Каждый из нас, когда был ребенком, мечтал оказаться в какой-нибудь сказочной стране или в казочном замке. Но не всем, к сожалению, это удается. Вот, например, мне удалось оказаться в сказочном замке примерно в 46 лет. Всем привет, я Николай, и сегодня у нас проходит выездной тест-драйв-техники в одном очень интересном месте. Это город Москва. За мной находится большой детский развлекательный комплекс, который называется Остров мечты. Вот, то есть, и у них есть очень большой парк. Они захотели посмотреть наши газонные костюмы. Так, добрый день, меня зовут Миронов Михаил, инженер службы эксплуатации ландшафтных парков. Находимся мы в нашем замечательном острове мечты. Это что такое? Это какой-то детский парк? Это детский, да, закрытый, крытый. То есть, он все для детей, да? Понятно. Но я смотрю, у вас такая достаточно большая территория, помимо парка самого, то есть, газон есть, да, то есть, вот, какие у вас возникают тут сложности, какие задачи у вас стоят? Сложности у нас покос газона. У нас 25 гектаров газонного покрытия. Площадь парка 44 гектара. Вот, то есть, там траву вывозите? Да, да, да. То есть, вот именно вывоз травы нужен, да? Вывоз травы хотели бы сократить, благодаря использованию мульчирующих машин. Машин, да. Понятно. Вот, скажите еще, пожалуйста, вот, а вы уже пользовались нашей техникой? Приезжала к нам Джани Феррари машина универсальная, да, понравилась, но чуть-чуть дороговато. Да, понятно, но вот, сегодня у нас с вами просто так вот получилось, что у нас сегодня с вами как выездной тест-драйв, да, то есть, у нас есть такая функция для клиентов, то есть, да, даже если вы у нас ничего не покупаете, мы можем вам привезти, показать, вот, вы посмотрите, что-то делаете, какие-то свои выборы. То есть, вот, ну, вообще, вы часто пользуетесь такими вещами? Только с вами. То есть, вот, и остальных ваших клиентов? Ну, в Husqvarna приезжала, но что-то не зашло. Ага, ну, это самое. А вот сейчас вот то, что мы сегодня с вами посмотрели, машины? То, что сегодня посмотрели, да, я буду обращаться к руководству на закупку. Понятно. А вот расскажите, пожалуйста, что-нибудь поподробнее, да, что это за объект вообще? Это, так, наш объект считается самым крупным парком аттракционов, крытым в Европе. То есть, вы внутри найдете любые аттракционы, то есть, от детей до взрослых людей, да. А давно вы открылись? Мы открылись. Просто я в Москве живу, я даже первый раз увидел. В двадцатом году, в феврале. Два года, да? Понятно. Третий год. Ну, а как вообще считается успешный проект? Работает? Проект работает. Выходные много народу? Да. Понятно. То есть, задача у вас серьезная, то есть, да, поэтому? Задача серьезная по наружной территории, то есть, мы раскачиваем сейчас парки, то есть, очень много людей, посетителей в парках, открываем кафе, поэтому поддержание наружной территории в первую очередь у нас сейчас. А у вас только вот эта территория или у вас есть еще какие-то? У нас два парка, южный и северный ландшафтного парка. То есть, там примерно задача одинаковая? То же самое, да. То есть, газон везде такие вот хорошие, как бы здесь сейчас, или там все-таки хуже есть? Нет, газон в одинаковом состоянии. То есть, вам разная техника нужна будет, получается? Да. Понятно. Ну что, Михаил, если вам все понравилось, то есть, наши демонстрации, все, мы вас ждем в нашем дилерском центре, приезжайте. Все, ждем от вас коммерческое предложение. Хорошо. И будем проталкивать его. Спасибо. Всего доброго. Мы показали ребятам наши косилки, вот. Ну, я думаю, что они им понравились, да, в общем-то, вы и сами это видели по интервью. То есть, сейчас они начнут с ними работать, я думаю, что, как бы, проблем у них не будет, все будет хорошо. Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество. С вами был Николай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok